Всем привет, братья и сёстры, на связи Отец Евген. Здарова, Отец. Добро пожаловать на еженедельный выпуск самых топовых новостей по Free Fire. Присаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаёчек и прожимайте лайкусик. И погнали смотреть. Сегодня в выпуске. Провальное обновление Магического Куба. Долгожданное возвращение самого угарного школьника региона. Запуск битвы тиктокеров. От самого популярного ютубера на СНГ регионе. О, Великого Жабеныча. Почему это просто хайп ради просмотров? Стрим длиной в 24 часа от будущего топ-1 мира Смайла. Подробный обзор следующего элитного пропуска и дата выхода следующего тайного магазина. Это и многое другое обсудим прямо сейчас в еженедельном выпуске топовых новостей по Free Fire. Ложкин вернулся. На этой неделе случился долгожданный камбэк одного из самых смешных школьников нашего региона. Которого очень часто ранее вы могли встретить на стримах Азама. Ложкин. Ты кто такой? На протяжении, наверное, полугода подписчики Азама спамили ему в комментариях, когда же видео с Ложкиным. Где же Ложкин? Куда он пропал? Когда, когда, когда? И вот он блудный. Сын наконец-таки вернулся. На канале Азам вышел ролик с участием Ложкина, который мигом хайфанул и буквально за сутки набрал более 100 тысяч просмотров. Будет Ложкин участвовать в роликах и стримах Азама и дальше, никто не знает, но возвращение получилось довольно эффектное. Аааа, хорош! Поздравляем Ложкина и ждем еще более смешного контента с его участием. И пока одни ютуберы пытаются радовать топовым контентом своих подписчиков, другие не понижают Панку и по-прежнему выпускают говнецо. Ну вы ведь поняли, да, про кого я? Хотя стоит отдать Панку должное. В этот раз его говнецо говнецо в квадрате. Потому что с новым видео Жабеныч решил даже не заморачиваться и даже не стал делать к нему превью. Просто пульнул ролик без него, нахер оно надо? Это фиаско, братан. То ли настолько хреново у него и денежек на превью не хватило, то ли нахрена стараться, если ролик не соберет просмотры. Битва тиктокеров. В этом своем новом высере, ой, простите, пожалуйста, видео, Жабеныч анонсировал битву тиктокеров. И многие подписчики Ванька сразу же раскусили, для чего это было сделано. Да ладно. Не для того, чтобы формат новый на канал завести, а лишь для поднятия рейтингов. Что? Ведь канал Жабеныча прямо сейчас переживает дичайшие времена, просмотров там просто нет. Я, кстати, писал об этом в своем паблике и телеграм-канале, за что мгновенно был атакован возмущенными жабкоёбами. Ты просто жабке завидуешь, жабка тупа, Евген Лох. На канале, где сегодня почти полтора миллиона подписчиков, на последнем видео за четыре дня нет даже двадцати тысяч просмотров. Ну, я не знаю, я не удивлен. Ну как вообще такое может быть у самого популярного ютубера в СНГ? У лица этой игры, у человека, который получает самую большую поддержку на регионе, который развивает наш регион. Ну, развивает, конечно, в своем воображении. Именно поэтому жабен решил устроить турнир среди тиктокеров. Делается это только ради того, чтобы повысить свой активчик. Ведь когда в твоем турнире будут участвовать тиктокеры, у которых многомиллионные просмотры, это стопроцентная гарантия упоминания тебя любимого, как организатора турнира в их роликах. А значит, ты совершенно точно получишь абсолютно бесплатную, очень качественную рекламу. Каждый тиктокер за участие на твоем турнире выложит с тобой ролик, отметит там тебя и миллионы людей, которые его посмотрят, точнее часть из них, захотят подписаться на тебя. А чё так можно было, что ли? Но только вот знаешь что, Ванька, качество твоего контента не зависит от того, сколько людей на тебя подпишется. Хоть у тебя прямо сейчас будет 10 миллионов на канале, ты все равно будешь продолжать делать посредственный, говеный и нисколько не креативный контент, направленный лишь на то, чтобы срубить бабосик со своих подписчиков. Никто из твоих старых и тем более новых подписчиков просто не будет тебя смотреть, потому что я повторяю в десятый раз, ты для них не интересен. Так уж получилось, что им интересны промокоды, а не ты. Когда ты уже наконец-то это поймешь и прекратишь делать говно турниры и хер пойми какие рубрики. Наверное быстрее метеорит на Питер ебнет, прежде чем ты поймешь, что твой канал в глубочайшей заднице. Все, минутка бомбежа закончилась, теперь дорогие жабкоебы, можете меня хейтить. Магический куб. В понедельник были добавлены новые скины в обменник магического куба, но вот только все комьюнити региона захейтили это обновление. Оно и не удивительно, ведь в него добавили скины, которые уже были у 90% игроков, которые можно было получить за обмен рейтинговых жетонов, и которые, мягко сказать, такие себе по внешнему виду. Максимум шлем на мужика более-менее. Я не знаю, чем думает Гарена и почему она сливает в обменник то, что никому не интересно, но по-моему было бы гораздо разумнее создать уже наконец отдельные скины для обменника куба и прекратить сливать туда старые алмазные джекпоты или инкубаторы, или и вовсе награды за рейтинг. Что в этом трудного? В конце концов, у нас чуть ли не каждый день уже выходят новые сеты. Почему бы один из них не добавить в куб? Золотые слова. Пишите, что думаете по этому поводу в комментариях. Кстати, да, эта неделя, как мне кажется, побила абсолютный рекорд по количеству доната. Нет, серьезно, лично я не припомню, чтобы в Free Fire этого всего было так много. Посмотрите сами. Алмазный джекпот, оружейный, инкубатор, рулетка с кроносом, рулетка с бисененком, рулетка Рампеджа первая, рулетка Рампеджа вторая, рулетка чертовки, хакерский магазин, испытаю удачу в магазинах, и это я еще не сказал про новую рулетку с главным сетом из Рампеджа. Я наверняка какое-то событие сейчас не упомянул. Господи, сколько денег нужно, чтобы все это забрать? Кто-нибудь мне скажет? Это же просто жесть. Мне нравится, пшел нахер отсюда. Кстати, в сеть был слит главный экран с коллабы Макларена. Ах да, вот еще одно донатное событие. И чтоб вы не грустили, как я, что скоро понадобится снова заливать свои кровные в игрушку, придугаю вам насладиться тем, как выглядят скины Макларена в Free Fire Remax. Просто шикарно, мое почтение. Кстати, по некоторым данным, на бразильском регионе скины Макларена будут без статистик. По-моему, очень хреново, сочувствую бразильцам. Сливы про Free Fire Remax. В прошлых своих выпусках я показал вот этот вот наборчик, но совсем забыл упомянуть о том, что, скорее всего, этот сет некая пасхалка скорому выходу Free Fire Remax на нашем регионе. Ведь именно это слово, Макс, красуется тут в районе предплечья. У меня есть подозрение, что этот сет, а также еще и этот вот бокс, будут даваться именно в честь официального релиза Free Fire Remax. Как говорится, верим и ждем. Rising Stars. Прямо сейчас вовсю идет турнир Rising Stars сезон 2. И мне хотелось бы уделить немного времени ему. Потому что на этом турнире участвуют мои ребята. Участники моей гильдии отцы ФФ. А идишней гильдии, кстати, есть в описании. Ну, мало ли, кто-то из вас захочет залететь ко мне в гильдию. У меня там, кстати, круто. Мои ребята прошли первые отборочные, с чем я их и поздравляю. Красавчики, держу за вас кулаки. На новый этап им скинули правила, которые лично меня немного встревожили, что ли. Каждый участник должен иметь обязательно второй телефон, на который должна обязательно производиться видеосъемка вашей игры. Чего, бля? Вы это сейчас серьезно? Снимать видео на второй телефон? А если я живу в ебучей деревне, например, Перегон, откуда наш любимый, самый популярный ютубер СНГ, где население всего лишь тысячи человек едва ли наберется, и там даже нет салона в связи, откуда мне там взять второй телефон? А если у меня на него нет бабок, или у меня бабки есть, но вообще нет никого, кто бы снял мою игру, то что тогда? Получается, путь в киберспорт для меня будет закрыт? Мне нравится. Пшел нахер отсюда. Максимально странный момент, который лично я не понимаю и не могу принять, но это уже, как говорится, все лирика, а хозяин-барин. Тут решают все организаторы. Они создают правила, а ты либо их принимаешь, либо нет. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Камикадзе Смайл. На этой неделе отличился и мой коллега по части разоблачений Смайл, который решил провести один из самых больших своих стримов длиною в 24 часа. Он стримил сутки, Карл! Я думаю, не нужно никому рассказывать, что подобные стримы это большой удар по здоровью, поэтому хочется Смайлу его сейчас пожелать. Для достижения своей цели, а для тех, кто не в курсе, он поставил себе цель, стать топ-1 мира по очкам рейтинга. Он играет абсолютно каждый день десятками часов. Это, конечно, очень и очень жестко. Лично я вряд ли бы так смог. Особенно, когда за окном почти 40 градусов. Я буквально плавлю за 2 часа сиденья за ноутбуком. Серьезно, за 2 часа мой стул превращается в сковородку, на которой можно даже яичницу поджарить. Посмотрим, что из этого всего выйдет. Получится ли у Смайла добиться желаемого? На кого все-таки 150 кассиков? Довольно хорошие деньги. Новый пропуск. Уже завтра стартует предзаказ нового элитного пропуска, который, как я и говорил, будет в тематике Дикого Запада. За предзаказ игроки получат вот такую вот ковбойскую шляпу. От себя скажу, что лично я не вижу смысла в предзаказе этого пропуска. Во-первых, потому что награда такая себе. Я с ней точно не буду играть, и для коллекции она мне не особо-то и нужна. Так как в самом пропуске будет ей подобное. Зачем мне две одинаковые вещи в инвентаре? А во-вторых, гораздо выгоднее купить его за 400 алмазов. За 800 вы получите плюсом 50 медалей на старте. Но какой в них смысл, если их можно апнуть меньше, чем за сутки? Никому не советую брать предзаказ. Сэкономьте ваши алмазы. А вот сам пропуск выглядит достойно. Не скажу, что прям супер круто, как пропуск в августе. Его мы, кстати, с вами подробно посмотрим в следующих выпусках. Но хорошо. Хотя всё это, это чисто дело вкуса. Кому-то нравится, кому-то нет. О них не спорят, как говорится. Но лично мне нравится. Уж точно лучше, чем три предыдущих вместе взятых. Все награды с этого пропуска у вас прямо сейчас на экране. Будете вы его брать или нет, пишите в комментариях. И, конечно, напишите, что из этих наград вам нравится больше всего. Мне будет очень интересно прочесть ваши комменты. Слушайте, ну вот сейчас смотрю на этот пропуск ещё раз. Ведь он реально достойный. Давайте в честь этого сделаем конкурс. Подписочка на канал, лайкусик и комментарий минимум из пяти слов. И одишний в конце. И в следующем выпуске, они, кстати, выходят каждое воскресенье, я рандомно выберу одного человека, кому задоначу 500 алмазиков на июльский пропуск. Всем желаю удачи. На следующей неделе или через одну гарантированно должен выйти летний тайный магазин. Если судить по наградам на других регионах, то честно, такое себе. Заберу, как обычно, лишь футбоксы эволюции, комнаты и купончики. Ну и по сложившейся традиции, давайте в конце выпуска посмотрим на все остальные сливы вещей, которые были на этой неделе. И которые ждут нас в игре в самом ближайшем будущем. И пока вы на них смотрите, не забудьте оформить лайкосик и подписаться на канал, если до сих пор на него не подписаны. И, конечно же, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить стримы и новые видосики. Друзья, это были все самые топовые новости по Free Fire за прошедшую неделю. Очень надеюсь, что этот выпуск вам понравился. Если это так, не поленитесь поддержать его своим лайкосиком и комментарием. Все комменты читаю, всех лайкаю, на многие отвечаю. И самый интересный, конечно же, вставляю в следующий выпуск. С вами был Отец Илья. Увидимся. Пока-пока. Бррр, как же жарко, ё-моё. Блин, я сейчас поджарюсь тут. Алло! 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 Ребят, можете мне подсказать креатив в новостном ролике? Единственное, что мне в голову приходит, если съездить Сингапур в отдел разработки и сделать новостной ролик такой, это будет креативно. Но! Какой креатив может быть в новостном ролике?